Добрый день, уважаемые присутствующие и те, кто дистанционно нас слушает и смотрит. Мой доклад посвящен использованию цитологического метода диагностики метастазов меланомы. Мой доклад посвящен чисто практической работе цитолога в условиях нашего учреждения. И нужно сказать, что на современном этапе, я подчеркиваю, цитологическая диагностика меланомы в основном и практически полностью сейчас фокусируется на диагностике именно метастатических поражений меланомы. В то время как, если раньше, несколько десятилетий назад, цитологическая диагностика осуществлялась при исследовании первичных образований кожи, то в настоящее время вот этот раздел полностью выпадает из нашего поля зрения. И пункционная диагностика, и соскобы образований кожи, которые вызывают подозрения на меланому, они не проводятся. Считается, что можно делать отпечатки с изъязвленных участков кожи. Но я как цитолог, который работает уже давно, могу сказать, что отпечатки прямо с поверхности изъязвлений, они бывают очень малоинформативны, и работать вот с таким материалом продуктивно невозможно. Поэтому выполнять отпечатки любых изъязвлений, даже не меланомных, это дело неблагодарное. Титологическая диагностика метастазов, она достаточно позволяет эффективно диагностировать наличие этого процесса, наличие метастазов, и, как известно, метастазирует она очень широко, и поэтому исследованию подлежат самые разнообразные органы и ткани. Это, в первую очередь, лимфатические узлы, мягкотканные образования, в первую очередь, это подкожные образования метастатические. Также достаточно, ну, реже, но всё-таки мы исследуем и образование в висцеральных органах, это могут быть и лёгкие, и другие органы, а также кости исследуются, а также выпадные жидкости патологические, включая ликвар. Эффективность цитологической диагностики в целом меланомы очень высокая, особенно это касается пигментной меланомы, но в то же время существуют определённые трудности и проблемы, которые касаются именно дифференциальной диагностики меланомы с другими новообразованиями. Такая ситуация наблюдается при выявлении беспигментной меланомы в тех случаях, когда имеются первично-множественные опухоли у пациента, или мы работаем с метастазом из невыясненного первичного очага. Вот эти три направления требуют подключения дополнительных методов, которым является в нашей работе иммуно-цитохимическое исследование. Вот сейчас перед вами панорама цитологического изображения клеточного состава меланомы, пигментной меланомы. Мы знаем, что меланома морфологически разнообразна. Она подразделяется в зависимости от преобладания морфологии опухолевых клеток на эпителиоидную, вертиноклеточную, а также полиморфную и мелкоклеточную меланому. Главной особенностью меланомы в данном случае является наличие пигмента, который насыщается на плазму опухолевых клеток с различной интенсивностью. В некоторых случаях это очень насыщенная концентрация. Вот в нижнем углу мы видим такой слайд, где буквально чёрная цитоплазма. В некоторых опухолевых клетках цитоплазм, меланин, меланин бывает немного, он выглядит в виде такого нежного напыления. Перед вами меланома на верхних слайдах эпителиоидная из округлых клеток, а в нижнем ряду мы видим вертиноклеточный вариант, справа полиморфно-клеточный. То есть диагностика меланомы в данном случае, во всех этих случаях не вызывает никаких трудностей, и практически чувствительность диагностики пигментной меланомы приближается к 100% с определением неногенеза опухолей. Далее посмотрим, как выглядит беспигментная меланома. Критерии диагностики по форме клеток, в принципе, такие же, как и пигментные, но светлая цитоплазма, отсутствие пигмента вызывают проблему в определении генеза в некоторых случаях, особенно в тех, когда неизвестен первичный источник. Или мы не знаем, какой тип меланомы был изначально. Поэтому дифференциальная диагностика и установление генеза метастатической опухоли в этой ситуации требует подключения иммуно-цитрохимической диагностики. Ну а сейчас я хочу просто вам продемонстрировать практическую работу при диагностике тех или иных разновидностей метастазов меланомы. Вот пример метастаза беспигментной меланомы кожи, паховый и лимфатический узел. При этом мы видим популяцию довольно однотипных округлых эпителиоидного типа опухолевых клеток. И для подтверждения генеза опухоли использованы два маркера СОКС-10, HMBA-45. Традиционные антитела, которые используются в диагностике этих опухолей, они, как видно, здесь позитивны. Следующий случай – метастаз беспигментной меланомы у пациентки 35 лет. В 2021 году у нее по месту жительства в другом регионе осуществили хирургическое удаление опухолей мягких тканей в области шеи. При гистологическом исследовании был установлен диагноз веретиноклеточной саркомы неясного гистогенеза под вопросом нейрогенная саркома. После пересмотра гистологического материала в нашем учреждении был поставлен диагноз беспигментной меланомы веретиноклеточного преимущественного строения. При гистологическом исследовании преобладали довольно мелкие опухолевые клетки, и действительно отсутствие пигмента и своеобразная их морфология не позволяло точно решить вопрос о генезе опухолей. Но после постановки иммуноцидохимического исследования на СОКС-10 реакция была позитивной, и процесс был установлен определенно. Нужно сказать, что при гистологическом исследовании любых опухолей веретиноклеточного строения без дополнительных методов иммунофигнотипирования генез опухолей установить невозможно. Следующий пример – метастаз меланомы кожи в голени в лимфатические узлы седостения. Обычно мы работаем, исследуя периферические лимфатические узлы или подкожные метастазы. Это наибольший удельный вес исследований при метастазах меланомы в цитологическом. Тем не менее, бывают ситуации, когда у пациента имеются образования, расположенные в глубоких отделах грудной клетки или абдоминально, и в настоящее время имеется возможность осуществить тонкоигольную биопсию. В данном случае она была выполнена трансбранхиально после ЭОС-исследования, и хирургами был получен материал для цитологического исследования, а также материал для приготовления цитоблока. Нужно сказать, что в настоящее время эта методика очень широко стала применяться, во всяком случае, в нашем учреждении, и она приносит очень позитивные результаты. Вот посмотрите, на верхнем слайде мы видим цитологический материал, окрашенный традиционно азуроазином. Это опухолевые клетки меланомы петлюидного типа. В нижнем ряду мы видим, как выглядит меланома, приготовленная уже методом цитоблока, то есть это уже как бы гистологический материал. И поэтому по срезам, которые приготовили из цитоблока, проводится окрашивание и проведение иммунно-стохимического исследования, в результате которого была подтверждена меланома, то есть метастаз меланом. То есть мы используем теперь более такие усложненные методы. диагностика требует, может быть, несколько более длительного времени, но, как правило, мы справляемся со всей этой технологией примерно за три дня. То есть можно таким образом установить диагноз. Следующий вариант диагностики, с которыми мы сталкиваемся, когда мы имеем дело поражения, когда исследуются уже не лимфатические узлы, а различные органы. Как известно, меланома довольно часто метастазирует в лёгкое. Вот перед вами пример двух случаев, когда у пациентов с установленной ранее меланомой кожей появились образования в области лёгкого. На левом слайде мы видим цитологическую картину опухоли, которая имеет вертиноклеточное строение. А она, мне извиню, как раз была меланома вертиноклеточного типа. И действительно здесь без всяких дополнительных методик была поставлена цитологически меланома, то есть метастаз меланомы в лёгкое. А вот справа тут ситуация сложилась по-другому. Это пациент 70 лет. У него была установлена меланома кожа спины в 1922 году, а в 1923 году у него появилось образование лёгкого. И при исследовании в нашем учреждении было выполнено срочное цитологическое исследование, транстракальное, то есть пункция опухоли во время операции. И мы увидели вот такую картину, представленную округлыми изолированно расположенными опухолевыми клетками, в которых пигмент отсутствовал, но отсутствие каких-либо формирований комплексов, железистых структур, напоминающих эпителий, в этой популяции клеток отсутствовало. Поэтому, учитывая диагноз меланомы в анамнезе, который давлел, цитолог ошибочно расценил процесс как возможную меланому. Но окончательный диагноз был другим. От эгистологического исследования была установлена высокодифференцированная аденокарцинома, стелющаяся типа. Так, ну вот следующий метастаз меланомы в околушную слюную железу. Пациентка 73-х лет. У неё изначально была меланома конъюнктивы нижнего века правого глаза, и через некоторое время появилось образование в области околушной слюной железы. Проведена была функционная биопсия этого образования, и мы увидели вот такую картину. Опухолевые клетки, довольно-таки крупные, эпителеоидного типа. После фенотипирования была установлена меланома. То есть маркёры, которые подтверждали наличие меланомы, это мелан-А и HMB45, были позитивны, а панцитэкератины были негативными. Следующий случай. Метастаз меланомы в поджелудочную железу. Пациента 41-го года. В анамнезе меланомы кожи лица, а также метастаз в боковой стенке носоглотки и в передней брюшной стенке. Была выполнена функционная биопсия образования поджелудочной железы. И вот был сделан цитоблок, который наверху мы видим, а с левой стороны внизу опухолевые клетки, которые сразу были расстынены как меланома, поскольку клетки содержали пигмент. А на срезе цитоблока проведена иммуно-цитхимическая диагностика, сок с позитивной, панцитэкератина негативной. То есть заключение метастаз меланомы кожи в поджелудочную железу. Следующий слайд – это метастаз меланомы в лёгкой и наличие у больной выпыта в плевральную жидкость. Первичный диагноз – меланомы кожи спины. В выпыте с левой стороны – это цитологический материал. Мы увидели такие крупные комплексы округлой конфигурации, напоминающие аденокарциному, но не исключающие и меланому. Были проведены иммуно-цитохимические исследования на цитологических препаратах, на цитоспиновых препаратах, и диагноз был однозначно расценен как меланома. Меланома позитивный, HMB-45 также позитивный. Ну а в заключение я бы хотела остановиться на трёх случаях, когда у пациентов с меланомой проводилась дифференциальная диагностика с другими новообразованиями, и они действительно были установлены. Вот первый случай – это пациентка 1971 года. У неё была установлена меланома туловища в 2004 году. А вот в 2023 году, уже достаточно через большой срок, обнаружены очаги в лёгких, в печени, надпочечниках, в подкожно-жировой клетчатке. То есть множественное образование, а также медулярный рак обеих долей щитовидной железы, который был установлен цитологически. У пациентки была выполнена тонкоигульная биопсия образования подкожно-жировой клетчатки. Проведено цитологическое и иммуноцитохимическое исследование, по результатам которого был установлен диагноз метастаз нейроэндокринной опухоли в подкожную клетчатку. То есть применение цитологического метода с помощью иммуноцитохимической диагностики позволило неожиданно установить вот такую опухоль, которая при дальнейшем обследовании больной подтвердилась, и у неё обнаружилось новообразование толстой кишки, расцененное как нейроэндокринный рак. Следующий случай. Пациентка 71 года. Диагноз у неё звучал как меланома кожи спины, удалённая в 2021 году. И в этом же году при КТ-обследовании у неё были обнаружены множественные поражения костей. В одном месте даже с выходом в мягкие ткани. Выполнена биопсия подвздошной кости. И произведено было и цитологическое, и гистологическое исследование. При цитологическом исследовании диагностика была очень непростой, и проводилась она между меланомой и меломой. С одной стороны, мы видим здесь изолированы расположенные опухолевые клетки эпителиоидного типа, круглые, в некоторых эксцентричность ядер, но меланина не было, глыбчатость и структуры плазмоцитоидных клеток в ядрах опухоли также не наблюдалось, отмечалась высокая методическая активность. При проведении иммуно-стохимического исследования на плазмоцитому на CD-135 отмечалась позитивная реакция. Таким образом, дифференциальный диагноз был проведён между меланомой и плазмоцитомой в пользу плазмоцитомы. И, наконец, ещё один последний случай. Он таков. Пациентка 80 лет. Очень давно, в 2005 году, у неё была диагностирована и пролечена меланома хореоиды правого глаза. И спустя многие годы, в 1922 году, появились признаки выпыта в плевральную полость и гидроперекарта. Выполнено исследование цитологической эвакуированной плевральной жидкости. Проведено цитологическое исследование этой жидкости. Изготовлен цитоблок. Ну, сразу, конечно, мы посмотрели на маркёры, которые позволили исключить меланому. СОКС-10 был негативный. На ТТФ-1 тоже предки не экспрессировали этот маркёр. Но в конечном итоге диагноз был поставлен мезотериомы на основании иммуно-схимического исследования. То есть вот такая разнообразная палитра возможных диагностических находок, она говорит о том, что метод позволяет распознавать неожиданно опухоли, которые не предполагались ранее у больных, в анамнезе которых имеется меланома. В заключение я хотела сказать, что цитологическое и совместное иммуно-схимическое исследование эффективны диагностики метастазов меланомы и метастазов опухоли и других локализаций. Благодарю за внимание.